Одно из главных изменений касается ипотеки. В частности, повысились надбавки к коэффициентам риска по таким займам. Это означает, что теперь кредит на новое и вторичное жилье станет сложнее получить заемщикам с маленьким первоначальным взносом, у которых большая часть дохода уходит на погашение долгов. Введение подобной меры объясняет тем, что необходимо снижать закредитованность граждан. Послабления появились для автомобилистов. Теперь ОСАГО можно взять длительностью от одного дня до года. Ранее минимальный срок был 3 месяца. Однако есть нюанс. В силу страховка вступит лишь спустя 3 дня. Такое условие ввели, чтобы нельзя было купить полис после ДТП и оформить аварию задним числом. Другое положительное изменение – ускорена регистрация ИП или ООО с одним учредителем. Теперь сделать это можно за один день, не обращаясь в налоговую. Это стало возможным благодаря новому сервису «Старт бизнеса онлайн». Сначала предпринимателю необходимо будет выбрать банк и дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета. После направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через онлайн-сервис. Изменения в сфере бизнеса коснулись зоомагазинов. Теперь им необходимо соблюдать требования по содержанию животных. Например, собаки должны иметь игрушки по грызушке, кошки, когтеточки, амфибии, емкость с водой для плавания и укрытия, грызуны, приспособления для стачивания зубов. Также появились нормы по размерам вольера, температуре и влажности в помещении. Данил Кузнецов, день с толком!